Приветствую вас! Ну, вы знаете, вот задавая вопрос о том, нормально ли поведение вашего парня, вы, конечно, задаете не совсем правильный вопрос. Потому что очевидно, что для вашего мужчины это нормально. Но очевидно также и то, что это не нормально для вас. То есть вас очевидно это напрягает, злит, расстраивает и так далее. И либо вы не понимаете мотивов своего парня делать это, и он вам просто эти мотивы свои не объяснил. Ну, может быть, вы не спрашивали. Или, может быть, стереотипы вас, что если бывший на 8 марта каждый год цветы посылает, нам ведь чего-то от нее хочет. Вот. То есть, либо вы не знаете мотивов своего парня, а мотивы его вытекают из того, насколько хорошо вы его знаете. Какой он человек, например, может ли он чего-то хотеть такого, вот я имею в виду, не очень хорошего по отношению к вам. Какие у него ценности, какие у него убеждения. Понимаете, это первое. И второе, это то, что вы ему сами не донесли в правильной форме, то вам это неприятно. То есть, я уверен, что вы сказали ему об этом. Я уверен, что вы говорили ему о том, что вот вам не нравится, как он поступает, и вам не нравится, что он делает. Но в данном случае это немножко не то. В данном случае вы как бы на него перевешиваете ответственность за это. Тогда как правильнее было бы сказать о том, что вот мне, ну то есть вам не нравится то, что он делает. Вас это, например, надевает, вас это, например, раздражает, вам это неприятно, и вы чувствуете себя, ну, например, униженно. Вот, ну вот как-то так. То есть, сказать нужно об этом молодому человеку правильно. Донести до него, что вас задевает. Какие-то вещи вас задевают. Какие-то вещи вам неприятны. Понимаете? Вот сказать это нужно ему опять, чтобы он вас, ну, правильно понял, чтобы он составил правильное впечатление о том, что происходит. И чтобы он не думал, возможно, возможно, о том, что вы пытаетесь на него давить, подчинить его своей воле, например, или как-то еще. С другой стороны, если он делает это, допустим, совершенно осознанно и считает, что это нормально, бывший, присылать цветы. И это просто, как бы, ну, такая, знаете, дань прошлым отношениям, дань прошлому, то вам нужно это, как не парадоксально, вам это нужно принять. Ну, просто потому, что вот такой у вас молодой человек. Вот такая у него позиция. Ну, с этой позиции вы вряд ли сможете что-то сделать. Потому что, ну, вряд ли он ее и поменяет, вряд ли он ее изменит, эту позицию. И она для него, эта позиция важна, она как бы, как бы продолжает его ценности. Да? Она как бы продолжает его, ну, его взгляды на жизнь. И это, это, безусловно, имеет право на существование, если там действительно только вот это. То есть, если там действительно только желание проявить какую-то вежливость, да, и так далее. Но, с другой стороны, как правильно вам сказала моя коллега, что очень важно понять, насколько сильный негативный эффект от этого вам, вашей паре вообще. И, объективно, объективно, если негативный эффект есть, и он довольно большой, например, на это тратятся деньги, или, например, вы не получаете что-то сами из-за этого, и так далее. Что это, конечно, не их хорошо. И это заслуживает того, чтобы об этом с ним поговорить. Но, как я уже вам сказал, я надеюсь, что вы меня поняли, разговаривать нужно правильно. То есть, разговаривать нужно именно так, чтобы это не выглядело давлением на мужчину, а чтобы это выглядело информированием его о том, чего вы хотите. Что вам нужно, и что вы, например, там, грубо говоря, переживаете, например, что вы, грубо говоря, испытываете трудности, что вам, там, некомфортно и так далее. Вот это все вам нужно донести до своего молодого человека. Спокойно, выдержанно, но твердо. И дать ему понять, лучше всего, не прямо, дать ему понять, что вы не будете терпеть такое. То есть, грубо говоря, если он не собирается что-либо менять, если он не собирается что-либо делать, если он собирается все оставить так, как есть, то вы, соответственно, сами будете также какие-то меры принимать для того, чтобы защитить свои интересы. И, может быть, даже не будучи с ним, это вот тоже важно до него донести до вашего молодого человека. А там уже будет видно, что и как. Но, конечно, мне представляется здесь первостепенным определить его отношения сперва к тому, что он делает, к тому, что, ну, ваш вопрос изначально, нормально ли это, он все же не корректен. То есть, нет такого вот, что нормально или нет. Есть то, что приемлемо для одного человека, и есть то, что неприемлемо для другого. Вот как-то это нужно приводить к общему консенсусу. А для этого необходимо выяснять именно отношения. Как мужчина относится, как он это воспринимает, как он это доносит вам, например, не страдаете ли вы, например, от этого, не вредит ли вам это, да, и так далее. То есть, вот эти все вещи, они важны на самом деле. И на молодом человеке лежит ответственность по обеспечению этих вещей. Чтобы вы видели, что, несмотря ни на что, вы все равно любимы, что вы все равно единственная для него, например. И что вы, несмотря ни на что, все равно ценитесь им и так далее. А то ведь, если этого не делать, то понятно, что возникают всякие сомнения в себе, всякие там страхи и так далее. Но на всей этой ситуации есть еще и другая сторона. И она заключается в том, насколько для вас мужчина важен. Насколько он для вас ценен и насколько сильный, и почему вы, например, боитесь его потерять. Ибо, если боитесь вы его потерять сильно, то, конечно же, это сужает вашу самостоятельность, ограничивает ее и делает вас от него зависимым. А зависимость в отношениях не является тем более хорошим и тем более не способствует уважению к вам, вашего партнера. Поэтому я полагаю, что если вам хочется, чтобы ваши отношения были хорошими, равноправными и здоровыми, то необходимо, чтобы у вас были вот такие вот условия обеспечения этого. А иначе, боюсь, ситуация будет так и происходить. Что мужчина будет действовать так, как хочет, например, он. Вы будете испытывать недовольство от этого. И далее ситуация будет просто такова, что вы взорветесь, например, вам надоест и вы решите, ну, допустим, от него уйти вообще. Ну, вы же, надеюсь, понимаете, что это совершенно не вышло. Я надеюсь, вы понимаете, что данное решение вам ничего не даст. Поэтому еще раз поработайте над тем, чтобы понять отношения вашего молодого человека к тому, что он делает. Не торопитесь с определенными выводами и не пытайтесь как-то подстраивать ситуацию под норму. Типа норма, она все же для каждого своя. И то, что может быть ненормально для волос и ненормально для какого-то количества людей, нормально для мужчин, для вашего мужчины. И это, так или иначе, нужно уважать, если вы хотите быть с ним. Даже если вам, ну, кажется, что он не прав. Даже если вам кажется, что он делает что-то неверно. Если вам это не вредит, если вам это, если он дает хорошую обратную связь по поводу того, что заставляет его так себя вести, главное не допринять. Просто потому, что это то, что он делает, ну, своего рода продолжение тех достоинств возможно, на которые вы, на которые вы, точнее, обратили внимание изначально, когда с ним начали только, ну, например, встречаться. Поэтому, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы остались, пишите в личку, я помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Пока. witness Продолжение следует...